Я хиропрактик и лечу людей через коррекцию позвоночника. Скажите, может ли тело накладывать ограничения, о которых вы говорили? Не знаю, в чём суть хиропрактики, не разбираюсь в этом. Я только видел вывески «Клиника хиропрактики» и слышал то, что об этом рассказывали люди. Я не знаю, что они там делают. Но что бы они ни делали, их знания о позвоночнике пришли извне, посредством его изучения. С такими знаниями, лучшее, что они могут сделать для человека с проблемами в позвоночнике — это помочь ему расслабиться. Попытка сделать что-то большее не принесёт позвоночнику пользы. У большинства людей неправильная осанка, неправильное движение энергии, неправильное положение тела. Позвоночник начинает сжиматься. Он должен быть растянут. Но позвонки начинают тереться друг от друга, появляется напряжение, защемление нервов, боль, иногда очень мучительное. Если вы можете помочь человеку расслабиться и растянуть позвоночник — это прекрасно. Но слишком сильное воздействие на позвоночник — это нехорошо. В йоге существует нечто, что называется ангамардана. Анга — это конечности или части тела. Мардана означает «убивать». Убивать части тела. Поэтому, если вы практикуете ангамарданал, из вашего восприятия исчезнет всё, кроме позвоночника. В вашем восприятии останутся только затылок и позвоночник. Всё остальное исчезнет. Как известно некоторым из вас, во время практики шунья перестают ощущаться руки и ноги. То есть будет отсутствовать всё тело, кроме позвоночника. Если привести человека в такое состояние, то с позвоночником можно сделать многое. Но это не стоит делать с помощью хиропрактики. Нужна совершенно другая атмосфера. Это не вопрос медицины. Это не физический аспект. Это другое измерение. Я думаю, что хиропрактика может помочь человеку расслабить позвоночник. Не знаю, что там делается ещё. Расскажите. В хиропрактике существуют разные подходы. И чтобы рассказать об этом потребуется время. Но сильное воздействие на позвоночник может сделать человека очень зависимым от хиропрактики. Хиропрактика